Друзья, вы хотите знать о том, как не быть оштрафованным инспекцией по труду? Тогда не переключайтесь. С вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике я хочу поговорить о неофициально оформленных работниках и о способах защиты от инспекции по труду. Первое и самое главное, что я хочу объяснить всем вам, друзья мои предприниматели, то, что на государственной службе не работают идиоты. И все вот эти вот сказки, которые вы зачастую придумываете, рассказывая их сначала проверяющим, а затем пересказывая мне во время консультации, никто на них не ведется. Не надо думать, что на госслужбе, в инспекции по труду, в налоговой инспекции работают такие недалекие люди, которые в это все поверят. Но многие, конечно, думают, ну если уж не поверят в инспекции, то в суде, в судье мы это все расскажем и судья, естественно, тоже в это поверят. Поверьте, в суде и на госслужбе идиотов нет. Вот это вот самое главное, что вы должны запомнить и понимать. За время моей работы я составил для себя так называемый топ ошибок, которые приводят к штрафам инспекции по труду. Штрафы достаточно большие. В 2018 году за одного неоформленного работника штраф составляет 111 690 гривен. А за недопуск инспекции по труду штраф составляет 372 300 гривен. Первая ошибка в моем топе это то, что я возьму и не пущу на проверку инспекцию по труду. К примеру, к вам пришла на предприятие инспекция по труду с документом, с направлением на проверку, в котором написано, допустим, ФИО вас как ФОПа, написан адрес. И вы думаете, я ее не пущу, они мне ничего не сделают. Поверьте, друзья, так думать не надо. И это способ получить штраф в 372 300 гривен. Таких штрафов очень много, уж поверьте мне, и очень много их было выписано. Вторая ошибка, достаточно часто встречающаяся, это то, что я, допустим, возьму, заключу договора гражданско-правового характера. Гражданско-правовые договора, ГПХ, как угодно вы их называете. Суть этих договоров, что вы, допустим, со мной, к примеру, договорились, и я вам, как предпринимателю, оказываю какие-то услуги. Допустим, там работаю у вас, что-то делаю. По факту эти люди являются официально, естественно, неоформленными, но с ними заключены вот эти договора. Каждый такой договор, вы должны понимать, будет стоить 11690 гривен. Это штраф за каждого неоформленного работника. Третье, тоже очень-очень часто встречающаяся ошибка. Если придет проверка, я скажу, что эти работники мои, они взяты на испытательный срок. Я их оформил на испытательный срок, поэтому фактически я их не оформлял. И если данные работники мне не подойдут, я, естественно, от них откажусь и возьму других. Поверьте, друзья, согласно нашего законодательства, даже если вы берете человека на испытательный срок, то вы сразу же с первого же дня должны его обязательно оформить. Стоимость такого неоформления составляет 11690 гривен. Вот это вот тоже очень частая ошибка. К примеру, у вас есть магазин, и вы в нем работаете. И вы говорите, что вот я там ушел, куда-то отошел, а моя там жена, муж, брат, сестра, все равно кто, стоит вместо меня за кассой, за прилавком, помогает мне, работает и все такое. Естественно, это делать можно, потому что это же мои родственники, зачем их официально оформлять на работу? Каждый ваш родственник будет вам стоить 11690 гривен, потому что он считается неоформленным работником. Еще одним очень часто встречающимся обманом является заключение договора аутстаффина, то есть договора аренды персонала. К примеру, у вас работают люди, но они у вас не оформлены, а оформлены на другой иностранной фирме, а там типа кто-то за кого-то платит налоги. Это вернувшись к тому, что не надо думать, что все на госслужбе идиоты. Идиотов там нет. Аренда персонала, друзья мои, не пройдет. И все эти деньги, которые вы платите фирмам, которые занимаются аутстаффингом, это выкинутые деньги. Потому что, друзья мои, при проверке инспекции по труду, повторюсь уже, наверное, в пятый раз, штраф составляет за каждого неоформленного работника 111 690 гривен. Вывод из данного видеоролика достаточно простой. Друзья, решите, наконец-то, вопросы с вашими неофициально оформленными сотрудниками, потому что штрафы действительно колоссальные и они зашкаливают. А с 2019 года вырастет минимальная заработная плата. А если вырастет минимальная заработная плата, вырастут штрафы инспекции по труду, потому что все штрафы привязываются к минимальной заработной плате. Если у вас возникли вопросы ко мне, вы всегда можете заказать у меня консультацию, связавшись со мной по ссылке в описании к данному видеоролику. И, конечно, если данное видео понравилось вам, пальцы не расставите, на канал не забывайте подписываться. А если вы уже подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Благодарю за внимание. Пока-пока, друзья.